Незнание закона не освобождает от ответственности, а потому повышение правовой грамотности – одна из задач мероприятий по профилактике правонарушений среди граждан, проводимых в Алмалыке систематически. Одно из таких мероприятий было организовано главным юрисконсультом Центра юридических услуг города Алмалыка Анваржоном Анарбаевым техниками общественного здоровья имени Абу Алии Бансино. В ходе обучающего семинара коллектив колледжа был проинформирован о создании в соответствии с указом президента Республики Узбекистан номер 5168 от 29 июня 2021 года Центра юридических услуг. Было отмечено, что в числе основных задач Центра – оказание качественной и квалифицированной юридической помощи организациям, оказывающим юридические услуги, повышение правовой грамотности и правовой культуры работников организаций, оказывающих юридические услуги, а также обеспечение своевременной всесторонней и эффективной защиты имущественных и иных прав и законных интересов организаций, оказывающих юридические услуги, составление приказов, постановлений договоров и иных юридических документов, предоставляемых руководством организаций, оказывающих юридические услуги, их юридическими работниками при проведении экспертизы и в отсутствие возражения и предложений по ним. Разъяснено, что договоры, заключаемые организациями, оказывающие юридические услуги, дополняются соответствующими антикоррупционными условиями. Участники семинара также были проинформированы о законе Республики Узбекистан о противодействии коррупции, принятом 3 января 2017 года, постановлении президента Республики Узбекистан номер 4761 от 29 июня 2020 года об организации агентства Республики Узбекистан по противодействию коррупции. Даны разъяснения к указу президенту номер 6257 от 6 июля 2021 года о мерах по созданию среды нетерпимости коррупции, резкому снижению коррупции в сфере государственного управления и расширения участия в нем. В ходе обучающего семинара Анваржон Анарбаев дал юридические консультации по вопросам, заданным слушателями семинара. Один из мудрецов сказал, человек не рождается преступником, он сформирован преступником случайно из-за окружающей среды. Основная цель социальной политики нашего государства – изменить судьбу наших соотечественников, которые встали на путь преступности из-за ошибок в своей жизни. 16 марта в актовом зале школы номер 17 состоялось выездное судебное заседание, в ходе которого были пересмотрены дела осужденных, осознавших свою вину и ставших на путь исправления. К этим гражданам были применены акты гуманности согласно статьям номер 73 и 74 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Усиление организационных и практических мер по борьбе с религиозным экстремизмом, терроризмом и другими формами организованной преступности, совершенствование организационно-правовых механизмов борьбы с коррупцией, повышение правовой культуры и осведомленности населения, взаимодействие с государственными органами, институтами гражданского общества и СМИ, вот конкретные задачи, связанные с организацией эффективного сотрудничества органов правопорядка и представителей различных учреждений и организаций. С этой целью во всех подразделениях Алмалыкского горно-металлургического комбината систематически проводятся дни профилактики правонарушений. К примеру, 11 марта представители управления номер один при МВД Республики Узбекистан совместно с руководством медиплавильного завода организовали беседу с работниками предприятия. На повестке дня были обсуждены вопросы повышения уровня правовой культуры сотрудников, профилактики таких правонарушений, как кражи, мошенничество, коррупция, экстремистское подрекательство, дискриминация людей по национальной или религиозной принадлежности и другие. Искоренение подобных проявлений необходимо для развития государства, сохранения мира и стабильности, толерантного отношения граждан друг к другу.